Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой очередной эфир, о котором я рассказывала вам, Караденечка, на своих страничках в соцсетях. Сегодня я пригласила к нам в гости Арбину Таицыну, веб-юриста, чтобы разобраться с очень актуальной для многих врачей и для многих пациентов темой, могут ли специалисты-медики работать с пациентами онлайн. Поэтому мы решили разобраться в юридических аспектах, что мешает, что помогает, какие есть возможности для работы медиков онлайн. Ольгина, привет! Очень рада тебя видеть. Привет-привет, Нина! Ох, это техника! Чудесно, что мы вместе. Вот. И я чуть-чуть не стараюсь. Уже не начала рассказывать про тебя. У нас с Аргиной есть общее. Мы обе ведем танцы, разные танцы. Сегодня день танца. Вот Аргина мне сегодня с утра об этом сообщила, что сегодня оказывается день танца. И мы вдруг можем поздравить с этим замечательным событием. Прекрасно, что у нас есть общее и прекрасно, что у нас есть танцы. Потому что без танца вообще невозможно продолжать эту нашу прекрасную жизнь. В любой непонятной ситуации только танцуй. Вот. Что мы сейчас с тобой и, наверное, делаем. Начнем. Да. Правильно. У нас сегодня в эфире танцующий психолог и танцующий юбис. Я думаю, что это уникальный тандем. Итак, я начну с того, что действительно у меня среди учеников, среди подписчиков довольно много медиков. Вот. И они действительно удручены тем, что как бы такая сложная ситуация, что если прекращена работа с пациентами очная, то, соответственно, а как же работать? И люди нуждаются в медицинской помощи. И сами медики, в общем-то, хотят работать. Но вот как будто бы есть много проблем в законодательстве, которые этого не позволяют с точки зрения действительно ответственности врача за то, что происходит с пациентом. И вот я здесь хотела бы действительно разобрать те вопросы, в каком виде медицинская помощь может быть оказана, действительно, потому что нужно видеть пациента живьем. Вот. Я считаю, что здесь есть много разных возможностей. Вот, соответственно, про это и хочется поговорить. Отлично, да. Я тоже столкнулась с этой проблемой, потом буквально вчера выяснилось, что очень много, условно говоря, плановых или внеплановых, но постепенных блок, которые так или иначе нужны сейчас, там, здесь весной у нас на Урале. Оказалась проблема, там, элементарной вакцинации здесь плещания в лесах и так далее. И да, это действительно очень большая проблема для тех, кто и патент, и врач. Вот. И я погрузилась головой во всю эту телемедицину, все наши законодательные акты, которые так или иначе рекламентируют, и нашла для себя очень интересные выводы. Вот. Я сейчас могу рассказать, как это должно быть с точки зрения закона, и рассказать свои собственные умозаключения, да, как специалисты, как ПЦФ, которым так или иначе тоже придется куда-нибудь прийти куда-либо и так далее. Понятно, как будет у нас следующий вопрос. Хорошо. Вот. Значит, у нас существует, да, понятие телемедицины на законодательном уровне, которое не является каким-то самостоятельным видом медицинских услуг. Значит, для специалистов, медиков, что такое медицинская услуга, понятно, для неспециалистов и, может быть, пациентов таких же, как я, нужно, конечно, здесь отточнить. Медицинские услуги – это любое медицинское вмешательство, направленное на то, чтобы поддержать здоровье, значит, помочь устранить или минимизировать впоследствии какого-либо диагноза и, соответственно, нужно решить задачу по улучшению, по крайней мере, здоровья того или иного человека, пациента. Сюда же также входят и какие-то межспециальные виды деятельности, как консультация внутри медицинского сообщества, да, это консилиумы. Но в целом, когда мы говорим про медицинские услуги, мы говорим про вмешательство здоровья либо сопровождение какого-либо диагноза, констатированного ранее. Соответственно, телемедицина – это те самые медицинские услуги, что оказывают социалистами с образованием медицинского вуза с помощью дистанционной коммуникации, то есть через интернет. И через медицину, то есть к телемедицине также относятся к консультации по телефону или каким-либо мессенджерам с помощью телефона. И у нас есть наш главный закон об охране здоровья, который устанавливает возможности телемедицины, и подзаконные акты Минздрава в 17-м и в 18-м году были уточнения, разъяснения о порядке оказания телемедицины или медицинских услуг. Эти нормативные акты определяют порядок как ведения, допустим, осмотра лечащего врача с пациентом, так и взаимодействия, например, в рамках консилиума. И суть телемедицины такова. Мы по-прежнему остаемся обязанными соблюдать общие требования медицинского вмешательства, то есть только медицинской организации с лицензией только по тем видам деятельности, на которую лицензия дана, и теми сотрудниками, теми работниками или институционными предпринимателями, которые обладают соответствующими знаниями. Значит, телемедицина осуществляет с учетом, сейчас даже почитаю, определенных требований к этому виду услуг. Нам нужно обязательно обеспечить чистоту медицинских услуг с этой точки зрения. То есть если мы говорим про осмотр профилактический или даже какой-то внеплановый, у нас может быть телемедицина в рамках экспертной какой-то медицинской помощи, мы должны четко выяснить какие-то исходные данные, либо с помощью медицинского работника, который с нашим пациентом находится рядом, и может как-то как специалист диагностировать с пульпацией, с оценкой внешних факторов и так далее, с прочитыванием элементарных медицинских документов, которые имеются у нашего пациента где-то там далеко, а мы находимся здесь, например. Должна быть, то есть какая-то первичная оценка медицинских работников, все равно сочтена как в рамках планового взаимодействия с клиентом. Мы продолжаем, например, медицинские услуги оказывать медицинские услуги, потому что у нас был очный осмотр когда-то, либо с помощью медицинского работника, который рядом с нашим пациентом находит. Типичный пример, фельдшер в местах отдаленных, на севере и так далее, может как-то помогать оказывать медицинскую помощь малым народам, общаясь, романтицируя через интернет своими коллегами, например, столицы. Дальше, телемедицина, в том смысле, который понимает закон, она оказывается только теми работниками, медицинскими работниками, которые были в ключе специальный регистр таких специалистов, кто может. То есть не каждый медицинский работник может оказывать дистанционную медицинскую помощь. То есть здесь дело касается и медработников, и медорганизаций, которые могут такую медицинскую помощь оказывать. Нам нужно специально пройти регистрацию, чтобы показать, что у нас есть минимум все необходимые технические средства, информационные средства, которые будут потом хранить все эти записи со звонок, записи консультации, прочей диагностики. То есть еще есть хранение информации, полученной от медицинского оборудования и прочее. Да, тут сложновато. Вот. И что мы обеспечиваем защиту всей этой медицинской информации, да, которая у нас защищается на уровне коммерческой тайны, тайны адвокатской этики и так далее. Вот. Значит, что еще нам нужно здесь учитывать? Так. Если по итогам таких медицинских услуг дистанционным способом выдается заключение, то тот, кто выдал это заключение, отвечает лишь за текст своего заключения. Он, да, оценивает какие-то первичные документы, оценивает материал, полученный, например, в ходе онлайн-осмотра, да, если рядом с пациентом есть медицинсатроники, может актуально и адекватно передавать какие-либо признаки того или иного диагноза. Вот. Но отвечает он лишь в рамках того заключения, которое формируется. А в этом заключении у нас могут быть рекомендации, да, потому что первичная информация неполная и, соответственно, наш социалист-врач не может быть уверен на 100%, поэтому он может лишь рекомендательного характера давать заключение. Либо, да, прямые какие-то указания по уточнению того режима лечения, который был ранее дан, либо рекомендация обратиться на преимущества, куда-то и так далее. Здесь тоже мы должны понимать, что и как пациенты, и как врачи есть риски, да, и есть, с другой стороны, возможности писать заключения не такие, на которые может рассчитывать наш пациент. это адекватно, ну, самим условиям нашей медицинской деятельности онлайн. Я знаю случаи, их много, этих случаев, когда, допустим, человек получал, допустим, проходил химиотерапию. Вот. И те специалисты, которые с ним работают непосредственно в эктодистанции, например, да, где он лечится, назначают ему поддерживающее лечение, но как бы не разъясняют подробности. И по знакомству человек обращается к другому специалисту, который там в столице консультирует вот по больным по питанию, по соблюдению режима, по поддерживающей терапии во время химиотерапии, получает замечательные совершенно рекомендации, благодаря им очень легко переживает этот период химиотерапии. Вот он здесь законно действует, этот врач, который дает такие консультации. Так, ну, смотрите, нам нужно сразу понимать, что мы, как ленты, мы праве обратиться к другому лечащему врачу, и это нормально, да, это право, прежде всего, на уровне потребителя. Вот. В этом смысле лечащий врач дает консультации, если как он это делает, если он это делает, как врач, только на основании тех, то есть обязан это делать, на основании первичной информации, получаемой, опять же, либо пациента, либо напрямую из лечащего учреждения. Вот. Потому что иначе, если ты врач, даешь рекомендации, не отталкиваясь от каких-то первичных данных своего пациента, который к тебе обратился, ну, вот не понравилась ему, например, лечащая организация, где он был раньше и где он наблюдает сейчас даже, ты рискуешь дать информацию, дать рекомендации. Да, это понятно. Опасные, да, опасные для жертвы. Ну, то есть, понятно, что пациент должен предоставить там все результаты анализа, все результаты исследования и так далее, для того, чтобы врач на это посмотрел все, посмотрел то назначение, которое сделали предыдущие врачи, и после этого сказал, я вам еще рекомендую вот это, вот это и вот это. Вот это нормально. Так делать можно? Да, это нормально. И это прямая обязанность, которая прописывается в этом порядке по телемедицине. Значит, если лечащий врач организует такую стороннюю организацию, лечащий врач должен предоставить все необходимые данные, там, обеспечить там какие-то дополнительные исследования до этого, консилиум, условно, да, говорим, или там внешние результаты. Вот. Если это происходит на уровне врач-пациент, то пациент должен обеспечить передачу тех необходимых, тех необходимых информаций. И потом тот врач, который вот в связке пациент-врач действовал, он дает заключение, опять же, со ссылкой, вот были какие-то материалы, вот может быть какой-то осмотр, хотя бы визуально, да, если это предполагает характер нашего заболевания, провел. И вот мое такое заключение терапии. То есть, изначально все равно должна быть связь с максимально близкими к телу данными, потому что иначе это действительно будет только консультация, за которую я не несу ответственность. Это выходит за рамки нашей телемедицины и за рамки медицинской услуги в смысле законов. Вот точно так же у нас, например, у юристов есть судебные заключения, да, допустим, в процессах, где эксперт по той или иной экспертизе говорит, что он получил изначально, да, в рамках каких документов, какой информации, каких сведений и доказательств он, значит, работал, и что, исходя из этих задействов введений документов, он мог, значит, выразить, как специалист по данному вопросу, что поставлено там перед экспертизой. Вот. То есть, здесь в любом случае должна быть связь с первичным форматом. Вот я сейчас как раз по данным слушателей, ну, так, еще чуть-чуть разверну, что, то есть, если вы пациент, вы должны взять нам порядок, если вы хотите получить стороннюю консультацию, да, какого-то светила, да, предоставить вообще все бумажки по поводу того, что было сделано, какие были проведены исследования, самые свежие, последние, и, значит, все результаты анализа и так далее для того, чтобы врач, к которому вы обращаетесь, был полностью информирован, потому что свою консультацию и свое исключение будут давать только на основании этой информации. Все, что вы ему не дали, все, что вы утаили, либо какой-то причине, посчитали, что это необязательно, соответственно, как бы, может влиять на результат. Это раз. И здесь важно понимать вашего, вашу как пациенту тоже ответственность, что вы можете получить не то назначение, если вы что-то не доделали, или что-то не хватило, и вы решили, что это не важно. Нет, ну, как бы наш читатель пишет, что это и так понятно, но я на всякий случай поясняю, потому что мои каналы смотрят разные люди, да, есть люди более образованные, менее образованные, мне хочется все максимально разжевать. Вот. С точки зрения врачей, да, если мы говорим о защите интересов врачей, соответственно, врач должен, да, сейчас тоже говорю, и для тех врачей, которые и так все знают, да, для тех, кто задается вопросом, и кто-то начал изучать эту тему. Врач должен позаботиться в этом смысле о себе, что он, прежде чем он не получит все необходимые данные, на основании которых он будет давать рекомендации, чтобы он не делал скоростных каких-то решений и выводов. Почему? Потому что пациенту бывают разные, соответственно, какому-то пациенту это может не понравиться что-то, что вы сделали, или он свалит ответственность за то, что что-то пошло не так на вас, и вы будете виноваты, что вы что-то не долучили, что вы не получили какие-то данные, что вы поверили на слово и так далее, да, то есть вам здесь тоже, как врача, нужно себя знать, как защитить. Вот. То есть здесь защита не только ответственности врача идет, да, вот, от ошибки, да, в том смысле, что если с пациентом что-то не то будет происходить. Но также и очень важно, что все эти документы дают возможность прояснять отношения между пациентом и врачом, чтобы максимально было понятно, кто за что отвечает. И вот это все нужно с клиентами обсуждать, с пациентами, со своими, особенно если вы с ними раньше никогда не работали. Вот. То есть если это ваш постоянный пациент, понятно, что вы можете знать, как обнукленного. А если это какой-то новый человек, вы не знаете, с чем вы можете спокоиться. Это я сейчас о врачах заболу. Я хочу вот что добавить. Когда мы говорим о телемедицине или оказании услуг дистанционным способом, очень четко вот такой момент. Есть предэтап оказания таких услуг. Когда мы обязаны, как медики, допустим, говорим про врачей, рассказать весь порядок оказания этой услуги предварительно. То есть мы сначала презентуем себя, то есть рассказываем, в какой компетенции мы компетентны, да, то есть мы показываем и лицензию, и необходимые описания, значит, тех специалистов, которые будут вести ту или иную услугу, да. В этом смысле мы показываем, как вот опять же в нашем законе защиты правопотребителей, всю информацию об исполнителе, затем расписываем весь порядок проведения той или иной консультации онлайн, да, что нам нужно для этого. Запрашиваем у нашего пациента, значит, согласие на и вмешательство, и на оценку, и согласие с тем, что, возможно, результатом этой консультации будет чисто рекомендательная какие-то позиции, да, вашего врача, а не прямое указание. Потому что, вот, понятное дело, что сейчас, когда ты получаешь какую-то заявку, ты не можешь знать, значит, что по факту нужно твоему клиенту, пока не будешь от них необходим как раз эти вот первичные документы и прочее, да, там, какая-нибудь дополнительная помощь твоего коллеги, который будет рядом стоять и консультировать тебя вместе с пациентом и так далее. Вот. То есть, вот эта вот, вся вот задача, она лежит, безусловно, на медицинской организации или медицинском работнике, да, если он, в смысле, работает. И именно ему нужно будет подстерить, в этом смысле, соломку, чтобы максимально полно раскрыть все возможности, да, себя, как специалиста перед пациентом. И пациент, соответственно, мог оценить, стоит ли мне идти на такую дистанционную услугу или следует обратиться непосредственно в личную организацию там, где ты у себя. Вот. Да, совершенно верно. И тут еще я вспомнила один случай, который у меня был, когда ко мне обратилась одна девушка за психологической помощью. Я сказала ей, что я не оказываю психологическую помощь на данный момент, терапевтическую помощь. Я ее могу проконсультировать чисто как коуч. Вот. То есть, если у нее проблема, которая решается с точки зрения коучинга, мы можем с ней пообщаться. Если нет, то, соответственно, значит, она может обращаться к психологу или психотерапевту. Соответственно, девушка сказала, что у нее есть психотерапевт, что как бы все окей, она свои психологические проблемы решает со своим психотерапевтом, ко мне обращается за помощью. Хорошо, сказала я, окей, договорились. То есть, в этой ситуации я понимала, что так по человеку. У человека есть специалист. Вот. Соответственно, когда мы начинаем общаться, ну, мы решаем вопрос, который связан с регулированием юридических отношений, в общем-то, на самом деле с бывшим мужем, да. То есть, как правильно опомнить там, повести себя для того, чтобы опомнить развод там и так далее, да. По сути, это юридические даже отношения. Я ей говорю, что вам нужно обратиться к юристу и все остальное. Она на следующий день мне пишет, требует снова консультации. Я начинаю понимать по тому, как она себя ведет, что у нее явно проблемы психотерапевтического характера. То есть, что у нее повышенная тревожность, что, похоже, она не всю по правду договаривает. И я даже склонна думать, что у нее психиатрический диагноз. И она требует именно меня. Вот в этой ситуации начинающие специалисты, я сейчас говорю, что это может быть в любой области, начинают поступать часто неправильно. То есть, они, то есть, это вот, я помогу, наверное, я лучший специалист, чем тот, который с ней работает. Вот здесь нужно остановиться. Вот здесь нужно сказать о том, что так, значит, все, собственно, я и сделала. У вас есть специалист, вы к нему обращаетесь. Я вас консультирую в строго ограниченной зоне. У меня есть правило, что я не беру людей на консультации чаще одного раза в месяц, потому что, если чаще одного раза в месяц, это как право уже психологическое консультирование либо терапия. Один раз в месяц кончен. Соответственно, если человек поглощается чаще, значит, у него сложная ситуация, ему надо к психологу или психотерапевту. Вот. И, в общем, я говорю, что нет, вы идете к своему специалисту. Соответственно, вот по аналогичной ситуации могут возникать и во врачебной практике. Вот. Очень важно, чтобы вы, когда я сейчас специалистам говорю, отслеживали такие вещи и не велись на провокации, чтобы вы потом не оказались в крае. Вот здесь у нас вопрос, возможно ли онлайн консультации и назначение обследования без первичных документов? Невозможно. То есть, должен быть осмотр, должны быть анализы. По крайней мере, если вы в первый раз с человеком общаетесь онлайн, вот, то ваш врач, с которым вы общаетесь, должен вам абсолютно назначить, должен сказать, какие именно вам нужно пройти обследования и получить всю документацию. Без нее проконсультироваться нельзя. Как минимум, первая консультация будет состоять из назначения исследований, как минимум. Я вот что хочу сказать. Надо помнить, что у нас есть понятие неотложная медицинская помощь. И бывают такие ситуации, когда неотложная медицинская помощь, возможно, лишь вот дистанционным способом. Ну, понимаем, да, там, всякое может быть. В этом случае консультация медика может быть, ну, если у нас соблюдаются все признаки неотложной медицинской помощи. Действительно, существуют угрозы здоровью, здоровью и жизни, да, и так далее. И есть объективные обстоятельства, которые подтверждают, что, действительно, сейчас я единственный человек, которому могу помочь и только в ацентционном способе. Да, в этом смысле мы можем в рамках неотложной консультации давать рекомендации на дальнейшее какое-то развитие событий, да, в том числе с получением тех самых первичных документов, что говорит Нина. Да, в этом смысле я согласна. Вот. В этом смысле, да, действительно, врачи в силу высокой ответственности за жизнь и здоровье своих пациентов, они ограничены в том, как они могут работать онлайн. Однако есть сфера достаточно большая, о которой многие врачи часто вообще не вспоминают. О том, что есть такая сфера, которая называется образовательная сфера, когда я могу просвещать насчет того, что такое лечение, что такое устройство нашего организма, какие бывают болезни. В общем, огромный спектр вопросов, по поводу которого очень многие пациенты сильно озабочены, часто не получают необходимых знаний просто потому, что их собственные лечащие врачи сильно заняты, им не до этого. То есть я знаю несколько случаев, которые мои знакомые мне рассказывали, когда я хочу прийти к врачу и задать вопросы про болезнь вообще, в принципе, про какие-то лекарства, про какие-то специальные исследования, особенности этих исследований, да, про устройство организма, потому что мне важно понимать, что с моим смелым в принципе и что с ним делают в принципе. И вот эта часть работы, она вообще не делается врачами, хотя потребность очень большая в этой деятельности, есть у пациентов, очень много потребностей в этой деятельности. В этом смысле это действительно та зона, в которой врачи могут работать онлайн, ведя просветительскую работу. А вот нам бежит неотложная помощь, оказывается, очевидцам на месте происшествия дистанционное татуэт. Слушайте, ситуации бывают разные, да, может быть это фантастика, но достаточно посмотреть, там, я не знаю, пускай это фантастика, этот голливудский фильм про, значит, выжившего на Марсе, да, вот, ситуации бывают разные. А, да. Человек оказался, допустим, в море, да, единственное, что у него есть связь, все погибли, он один и ранен. Такое может быть, и тогда консультация дистанционная возможна. Ребята, ну, папа, имейте в виду, что ситуации бывают разные. Вы так категорично заявляете, что этот бред вообще не подумал по контексту, а потом погиб в контексте. Думайте в голову. Вот. Возвращаясь к теме просвещения населения, да, то есть потребность очень высокая об этом. Действительно, это еще и связано с тем, что статей в интернете самых разных, самых бредовых по поводу тех или иных болезней и как их лечить. Открываешь буквально, я не знаю, яблоки в дзен. Вам нужно всего лишь намазать в троеточии каждый день, и у вас вообще это правда не будет. Такого бреда полный интернет. И, соответственно, квалифицированной образовательной деятельности от врачей категорически не хватает. Вот. То есть, если бы, допустим, какой-нибудь врач, я рассказываю сейчас о себе как о пациенте, если бы какой-нибудь врач, например, сел бы рассказывать, да, провел бы курс, например, не знаю, врач-стоматолог, у меня сейчас актуально, я сейчас только что от стоматолога. Вот. Значит, врач-стоматолог взял бы и рассказал, что происходит, если, например, вы плохо чистите зубы, у вас накапливаются эти зубные отложения, а потом камушки, потом парадонтит, и потом, соответственно, вы теряете зубы. Вот взял бы и весь процесс рассказал. И что нужно делать, чтобы этого не произошло? Как именно? И почему именно так? Там, не знаю, обзор зубных щеток, зубных паст, там, нитей всяких приборчиков. Почему стоят на это деньги драться? Почему не стоят деньги драться? А вот я сейчас рассказала про одну маленькую проблему. Это уже целый урок с дорогой. А то, может, ты не один, да? И в этом смысле действительно врачи могут зарабатывать онлайн, если они вводят такие образовательные курсы. Дальше вопрос, естественно, продвижение, там, как это все будет продвигаться, как будет обнаруживаться целевая история, как это будет позиционироваться и так далее. Но это уже отдел, скажем так, сфер-маркетинга, да? Но когда мы говорим о содержании того, что может преподаваться, это одна из самых приемлемых вещей, где врачи могут зарабатывать. И потребность, повторюсь, в этом у пациентов очень большая. Они хотят знать, что с ними происходит и что с ними делать. Школьного курса анатомии недостаточно для этого. Вот категорически недостаточно. Да, очень много декросфер. Насколько я понимаю, эта зона как раз гораздо более свободно регламентирована с точки зрения законодательства. Да, здесь, если мне позволишь сказать, у нас действительно очень много таких и статей, и, ну, я на самом-то деле, как, допустим, мама, я уже отслеживаю, да, кто дает курсы, там, по родительству, по кормлению грудному или, там, подготовка к родам с точки зрения медицинских знаний и так далее специалистов, которые обещают. Вот. Здесь у нас, безусловно, да, мы водные, то есть медицинские специалисты, они более свободные и они вправе рассказывать о своем опыте, который они получили, взаимодействие с теми или иными пациентами, имея доступ к телу, к первичным документам и так далее, и рассказывать об этом опыте. И здесь нужно четко для себя понимать, ты рассказываешь об опыте, и твой слушатель на курсе именно какой-то такой консультации, как образовательной консультации, должен оценивать, я слышу о том, что было с другим человеком и какие рекомендации может человек, значит, получать в тех или иных диагнозах и так далее. И, да, образовательная деятельность в данном смысле, она, ну, более такая, скажем так, лояльно рекламентирована. Очень часто здесь сразу спрашивают, нужна ли какая-нибудь лицензия, да, на ведение такой образовательной деятельности и так далее. Если ты, сразу предвещая такие вопросы, если ты вещаешь с медицинским образованием на медицинскую тему, рассказывая о тех кейсах и опытах, которые у тебя были там, значит, в практике живой, оффлайновой практике, это будет пересказ твоей практики, но не лечение. И это не обратная деятельность, которая потребует лицензирования, потому что лицензирование в Российской Федерации осуществляется для образовательных организаций, где в уставе прямо написано, что основная деятельность это образование, и такая организация работает со штатом педагогов с педагогическим образованием. А когда ты работаешь даже как ИП, вещаешь как специалист, не привлекая себе педагогов с педагогическим образованием, с медицинским образованием, да, не имеешь с ними трудовых отношений, здесь ты можешь работать спокойно, рассказывая о своей практике, да, как консультация, как обучающий какой-то продукт для того, чтобы людей просто образовывать по тем или иным вопросам, связанным, да, с телом, тем или иным диагнозами, там, последствиями лечения и так далее. Но это не вмешательство в здоровье нашего человека, это консультация, это рассказ, это повествование. Да, и вот здесь очень важно четко понимать, да, что если вы реально дипломированные специалисты, вы можете это подтвердить. Я, кстати, очень надеюсь, что этим займутся, поскольку я уже общалась с людьми, которые за это отвечают, о том, что, наконец, наши вузы создадут базу данных, которые будут подтверждены. Это действительно наш выпускник, действительно он у нас обучался, действительно мы ему выдавали диплом. Я думаю, что в скором будущем будет такая база по всем специальностям, которые несут ответственность за здоровье и жизнь человека. И для психологов, и для медиков, и для педагогов, и так далее. Вот, соответственно, если ты дипломированный специалист, у тебя есть практика, у тебя есть рекомендации коллег, где ты работал или работаешь сейчас, все могут подтвердить, что ты действительно являешься специалистом. Соответственно, ты можешь вести деятельность, в которой ты занимаешься человеческой и людинской безграмотностью, безграмотностью, в ликвидации безграмотности, где ты рассказываешь о том, как что устроено, как устроен организм, как устроена болезнь, как устроены лечебные технологии, как устроено лечебное оборудование, в смысле процесс исследований и так далее. Например, одна из самых насущных проблем очень многих пациентов, в каком порядке, по какому поводу должно быть организовано исследование, какие в этом случае нужно сдавать анализы, а вот зачем их сдавать, типа, что они дадут и так далее, прежде чем вообще какие-то назначать лечения, потому что с этой точки зрения вообще факт дам. То есть буквально я, например, мы с мужем сами занимаемся своим здоровьем, мы сами находим специалистов, ищем, которые нам говорят, вам для того, чтобы понять картину, нужно создать вот такие, собрать вот такие результаты, причем иногда нужно сделать факт, потому что бывают ошибки. Соответственно, мы сами этим занимаемся, мы находим людей, выясняем у них, какой набор нам нужно сдать, чтобы нам было видно картину. Потому что я, например, смотрю, что я когда прихожу в клинику, я прихожу в клинику к знакомому новому специалисту, говорю, у меня в прошлом году, значит, там сказали, что нужно через год провериться. Вот я проверяю, что вы мне скажете. Он говорит, особенно молодые специалисты, ой, как интересно. Нет, вот этого у вас нету. А может быть, вот так еще проверим? А давайте еще вот такое исследование сделаем. А еще давайте вот такое. Я уже начинаю понимать, что человеку не столько я интересно, сколько он там гипотезы свои какие-то проверяет, научные и так далее. То есть я не понимаю, для чего эти исследования он делает. Более того, очень часто бывает, что врач в своей области узкоспециализируется, да, вот. И как бы, я тоже не имею некоторый опыт здесь общения, да, и я понимаю, что зоны, которые тоже могут влиять на этот симптом, сейчас, когда он меня расспрашивает, он игнорирует. А я-то знаю уже, что и вот это, и вот это может влиять на мою симптоматику, а он это игнорирует, он про это ничего не говорит. Здесь я понимаю, что специалист в общем не широко смотрит на проблему. Вот, соответственно, конечно, вот эти все сведения о том, как проходить обследование, как исследования различные проводить, очень нужна пациентам, как систематически это делать. Вот нам тут пишет специалист, что самолечение и самообследование это бардак. Безусловно, но если нет врача, который может систематически провести, да, я очень надеюсь, что практика, например, на семейных врачей будет введена, когда специалист точно знает, что в этой семье происходит, какие отягощения, там различные, симптоматика наследственная и так далее, есть ситуативная, которая связана с текущими стрессами и так далее, да. Вот, что такие специалисты, наконец, у нас будут как-то внедряться в жизнь и станет полегче. На данный момент ни один врач не несет ответственности, по большому счету, за то, что происходит с пациентом, когда ты приходишь в клинику, он такой гипотезы выдвигает, да, один одни, другой, другие, третий, третий. Я попробовала, например, сосредоточиться на том, что будет, если я все-таки дойду до конца всех этих исследований, чтобы определить. Хотя симптом, чуть-чуть крошечный. И, в принципе, большинство врачей говорят, да это фигня. Вот, типа, не обращайте внимания. Но если я начну проверять все гипотезы, которые они выдвигают, я пострачу сотни тысяч рублей на исследования, чтобы, в принципе, выяснить, что это такое, и то гарантий нет. Поэтому я здесь понуждаю в операции, когда на свою интуицию. Идти мне это выяснять или не идти мне это выяснять. Потому что у каждого врача 148 гипотез. Вот. И все они в виде гипотез. И все они в виде гипотез. Никто ничего мне точно сказать не может. Поэтому, конечно, бардак. Но если никто не может мне помочь в этом, тогда приходится брать с собой. В этом смысле я, конечно, у врачей, вот у нас тут врач сидит, который говорит бардак. Вот. Я категорически не разделяю этой позиции. Вот. Когда начинают осуждать пациентов за то, что они делают то, что они могут. И если вы не согласны с таким подходом, если вы не согласны с такими действиями пациентов, возьмите и организуйте все правильно, вместо того, чтобы их ругать. Вместо того, чтобы говорить, они бестолковые, они делают фигню, они занимаются соврещением, самообследованиями. Это бардак. Будьте умнее. Организуйте, чтобы все было правильно. Ставьте тем спикерам, которые расскажут, как должно быть. Вместо того, чтобы нас ругать. Я вообще очень уважаю врачей, которые уважают, которые уважительно общаются с пациентами. Для меня такие врачи на вес золота. Никакому другому я просто не пойду. Поэтому тоже возьмите себе за правила. Вы не только должны знать юридические правила для того, чтобы консультировать сейчас в такой обстановке, когда большинству людей затруднена возможность обращаться врача. Не только юридические должны знать правила, не только свои медицинские, но еще и человеческие соблюдать. Для того, чтобы это стало возможно. Вот тот набор вещей, которые мы должны знать для того, чтобы консультировать дистанционно. Ну и не только дистанционно, естественно. Но мы сейчас говорим о дистанционной работе врачей. Может быть, есть еще что-то добавить, Андрей? Да, я знаю, что, смотрю тоже, что написали. Главного детей на лицензии и на медицинскую, и на образовательную деятельность. Значит, еще раз хочу отметить, надделяется что такое медицинская услуга, которая подлежит лицензированию. Это вмешательство в здоровье человека, когда ты действительно знаешь, что с этим здоровьем, как протекают его изменения и так далее. И образовательная деятельность. Образовательная деятельность — это лицензированная деятельность для организаций, имеющих в своем уставе прямое показание, что я — образовательное учреждение. Школа, ВОЗ, колледж и так далее. Вот. Деятельность по консультированию, деятельность по передаче своего собственного практического опыта, где ты рассказываешь и прямо фиктируешь. Ты рассказываешь о том, что было с другим человеком. И этот опыт, прямо вот даже при формировании, не стратегии врача, выходящего в онлайн как консультантов, нужно четко добавлять, что я рассказываю о чужом опыте. И пока я не увижу вас лично или ваши там диагностические карты и т.д., я не несу ответственность за тот набор информации, который, ну, то есть не так, я несу ответственность за то, что я рассказываю честно вам о своей практике, бывшей там за плечами, когда я видел людей и их диагностические карты. У вас я не могу сказать. И вот был вопрос, рекомендации по лечению можно включать в проститутскую деятельность? Да, можно. Рекомендации, рекомендующий врач онлайн не несет ответственности. И пациент тоже это должен понимать. Да, и здесь граница ответственности в том, чтобы, допустим, если ты как врач, обучающий онлайн, просвещающий онлайн, обещал дать определенный набор теоретических знаний, а опыт с другим опытом, это все-таки теория, это не тактика конкретному слушателю, это лишь теория. Ты даешь это обещание и делаешь его. И пациент, он тоже должен осознавать, так, я получаю только чужой опыт. Как у меня, я узнаю у своего лечащего врача, либо там на консультацию уже с этим человеком, в соответствии с требованиями телеведицины, что я рассказала выше. Вот. И про самообследование, самолечение. Мы должны помнить, что принятие решения по какому-либо вмешательству остается за пациентом. Так вот. И мы помним, что в медицинских утверждениях нам всегда дают то самое согласие на медицинское вмешательство, либо отказ от этого медицинского вмешательства. Я это помню на стадии родов моих детей, на стадии осмотра моих детей, в стадии, как в школе. Вот. Поэтому, если ваш пациент пошел по линии самолечения, это он пошел по линии самолечения. Вот. Нам самое главное зафиксировать здесь, да, если мы говорим про защиту интересов врача, все подтверждения, что и рекомендацию в рамках телемедицины я давала, исходя из конкретных доказательств, исходных данных, и консультации, например, как врачок, я давала тоже, ограничивая свою ответственность тем, что я лишь рассказывала о моем опыте с конкретными живыми людьми, не более того. Вот. Здесь у тебя вопрос, как врачу создать ЛБ? Карина, пожалуйста, объясните, что вы называете ЛБ? Потому что дальше вопросы, которые вы задаете, я не понимаю. Если это личный бренд, то при чем тут платформа? То есть вы пишете, есть особенности в этой сфере, с чего начинать, может быть, какие платформы? Причем тут личный бренд и платформа, это немножко разные вещи, если вы про личный бренд говорите, да? Личный бренд это... Я тоже не понимаю. Ваша репутация и ваша история. Если вы хотите создавать личный бренд, у вас должна быть репутация и ваша история, которую могут подтвердить другие люди. Вот на этом создается личный бренд. Это коротко. Причем тут платформа, я не поняла. Никакими платформами личный бренд... Как обучаться себя позиционировать. Это я преподаю на курсе школы спикеров, на курсе тренеров. То есть, соответственно, обращайтесь, у меня эти программы есть. На курсе школы спикеров вы подробно рассказываете, как технически все эти вещи делаются. Ну и точно так же, как, соответственно, ваша репутация, как ваша личная история профессиональная может укладываться в ваше позиционирование. Я особенно акцентируюсь на том, что это должна быть репутация. Я об этом рассказывала тоже на недавних вебинарах, что ваша репутация как специалиста во всем этом процессе, в вашем профессиональном, публичном процессе преподавания онлайн играет важнейший роль. Поэтому вы ее должны иметь, эту репутацию профессиональную. То есть, она у вас должна быть. В том смысле, что у вас есть история, как вы учились, как вы работали, с какими специалистами сотрудничали, и какие у вас есть достижения в этой области, либо просто рекомендации коллег, которые вместе с нами работают, когда это можно все подтвердить. Ну и, конечно, ваши довольные пациенты. Единственное, что есть нюанс, когда вы пытаетесь подтвердить свою репутацию вашими довольными пациентами. Здесь есть один нюанс, этический, так же, как в профессии психолога и в профессии педагога. Поскольку люди, помогающие в профессиях, ваши клиенты являются, ваши пациенты являются в некотором смысле от вас зависимыми и уязвимыми, эксплуатировать эту зону нельзя. То есть, если люди добровольно захотели поделиться, вы можете там как-то это опубликовать, да? Но на силуе своих пациентов этой темы нельзя. По одной простой причине, что они из зависимого положения могут вам сказать «да-да-да», тогда как на самом деле они в чем-то не согласны. Поэтому тут нужно быть очень осторожным. Это этический аспект, на который я тоже освещаю на курсе тропсихолога. Вот еще у нас вопрос. Насколько реализуемо совмещение медицинской и психологической помощи онлайн? Как это можно осуществлять? Данная проблема очень актуальна в лечении. С какой точки зрения совместима? С юридической? Если вы все делаете по закону, то нет никаких проблем. Если вы имеете в виду, что у вас на это времени нету, или одно или другое, то это вопрос вашей самоорганизации. Я не очень понимаю, а в чем трудность, как совмещать? В чем трудность совмещения? Я думаю, что речь о том, как телемедицина, согласно нашим приказам 2017 года, совмещать психологическую, может быть, педагогическую помощь. Я думаю, что здесь это два абсолютно разных видов деятельности. Педагогическая и медицинская помощь в дистанционном режиме. Я поняла вопрос. В смысле, что может быть одновременно клиенту и медикам, и психологам совместить в рамках общения с клиентом и то и другое. На мой взгляд, я тоже не вижу, в чем здесь противоречия. Если у вас есть и то, и другое образование, если у вас есть и та, и другая подготовка, соответственно, работая с клиентом, работая с вашим пациентом, вы смотрите, какая часть его симптоматики органически организована, а какая часть его симптоматики провоцируются его жизненные ситуации. Соответственно, и как вы можете ему, что вы можете ему в этом смысле порекомендовать. И как врач, и как психолог. У вас есть шикарная, если вы и психолог, и врач, у вас есть шикарнейшая возможность более целостно смотреть на человека и давать более адекватные рекомендации, которые учитывают его жизненное поле. Это очень важно. В этом смысле тоже не вижу никакой проблемы, как это совмещать. Если вы компетентны и в том и в другом. Если вы некомпетентны в психологии, а пытаетесь оказывать психологическую помощь, да, вот это проблема. Что еще у нас там по вопросам встал? Да, мы, кажется, все осветили основное, что важно знать и понимать. Если кому-то еще важно какие-то вопросы, получить ответ, вы нам задайте их сейчас. Вот, поскольку мы основную информацию уже рассказали. Вот, но я думаю, что если кто-то еще напишет пока вопросы, я думаю, что каждый из вас может обратиться к нам с вопросами, если у вас возникнут, можно к Альбине обратиться со всеми юридическими вопросами за консультацией по поводу того, что нужно конкретно вам сделать для того, чтобы начать эту деятельность. Если вы собираетесь преподавать онлайн, вести такую деятельность онлайн или вести телемедицинскую деятельность онлайн, какие вам понадобятся договора, какие вам понадобятся с пациентами, с клиентами, какая информация должна быть опубликована на вашем сайте, то есть каковы рамки той процедуры, которую вы будете совершать. Соответственно, вы можете проконсультироваться очень подробно с Альбиной. Я поставлю у себя пост, еще раз напишу во всех сетях, где искать Альбину, чтобы вы ее нашли легко. Что касается самой методической организации и позиционирования маркетинга в вашей работе, к этой можно обращаться ко мне на мои курсы, где я этому обучаю, например, на школу спикеров. Я знаю, очень хорошая, стильная программа. Спасибо. Альбина у нас в этом программе делилась с нашими участниками, знаниями на эту тему, как все это организуется. Я вижу, что... И я думаю, что для оказания телемедицинских услуг должна быть совершенно другая система и юридических документов, и набор, скажем так, инструкций по ведению этой деятельности сейчас в новых условиях, не в новых условиях, не важно. Вот. Приказы они действуют даже давно, и практика существует. Вот. И мне бы еще... Да, буду рада помочь. Здесь добавить, что сейчас вот ситуация, которая происходит в мире, в связи с эпидемией, и она, конечно, большую нагрузку оказывает на врачей, но вместе с тем очень сильно растет и престиж медицины, что совершенно прекрасно. Вот. Престиж профессии. Под уважением к профессии растет. Это прекрасно, и это не только сохранится на долгие годы, вот. Я в этом убеждена. Но и вот именно сейчас, если вы начинаете размышлять о том, как начинать себя позиционировать как специалист, начинайте сейчас, поскольку в ближайшем будущем, вот я прослушала большое количество бизнес-семинаров, все бизнесмены, миллиардеры, в нем голос говорят, медицина. Мы готовы вкладываться в медицину, вот, для того, чтобы медицинские центры, в том числе и дистанционная медицина, и тема медицина, вот, в том, чтобы врачи работали. Мы готовы заниматься этим бизнесом. Поэтому, уважаемые врачи, начинайте задумываться об этом, смотреть в эту сторону, осмеливаться. Я просто знаю, что очень многие врачи, выросшие в системе здравоохранения, как бы, ну, обычно не смотрят по сторонам. Вот есть больничка или поликлиничка, да, и что за этим всем есть еще разные другие возможности, да, вот, обычно не смотрят. Начинайте изучать эту тему. Я думаю, что у медицины наше большое будущее. я очень поддерживаю, я очень поддерживаю, болею за то, чтобы она росла, развивалась, совершенствовала, становилась самой крутой в мире. Вот. Всем врачам успехов, здоровья, берегите себя и нас. Так, я Надежда на врачей. Я тоже очень сильно поддерживаю вот эту вот идею, что сейчас выход мира в онлайн, он дает очень большие колоссальные возможности и, конечно, здесь нужно быть честными перед всеми. И вот уже было в чате написано про мошенничество по уголовной ответственности. Мы с вами не такие. Мы с вами специалисты каждой в твоей сфере. И мы должны быть готовы к тому, что за сказанное слово мы можем и дипломом подтвердить, и практикой, и реально адекватным восприятием действительности. Если я как специалист понимаю, что мне не хватает информации для моего пациента, я честно должна об этом сказать. Вот. Да, поэтому я думаю, что... Берегите свою репутацию, не совершайте не взвешенных действий, все узнаете, все исследуйте, все обдумайте. Вот. И, соответственно, я очень надеюсь, что наше законодательство в этом смысле тоже будет расти и защищать и специалистов настоящих, и пациентов. Карина тут спрашивает вопрос на вашем курсе. Какие другие стороны еще, наверное, открывают? Да, ну, вы можете... Карина, напишите мне в директ, я вам пришлю ссылочку, вы подробно посмотрите информацию про курсы о дистанционном обучении. Но мы помним, что дистанционное обучение и оказание медицинских услуг это разные вещи, которые требуют разного подхода. Вот. Ангелочка, большое спасибо за встречу. Было очень интересно. Я постараюсь... Я тоже очень рада. Это реальный, просто на самом деле, вопрос и очень актуальный. Да, надо обязательно сохранить и рассказывать людям. И пациентам, потребителям, да, и специалистам. Всего хорошего, до новых встреч!